Так, раз-раз всем привет. Рад, что вы подключились. Давайте начнем наш вебинар. Давайте начнем со знакомства. Если вам понравится материал и вы захотите, например, у нас обучаться или, например, у меня обучаться, то проще всего это сделать, зайти на сайт специалиста, открыть раздел каталог курсов и открыть каталог курсов. Ну, они назвали это курсы Linux. Мне не очень нравится слово курсы Linux, потому что Linux — это ядро. Поэтому, мне кажется, логичнее было бы назвать это свободное программное обеспечение, вот как здесь написано. Свободное программное обеспечение или обеспечение. И у нас очень много курсов, в том числе благодаря мне, потому что я, Лофтург Вячеслав Александрович, давно веду занятия в Центре специалистов. И также параллельно давно работаю сисадмином в МВТУ имени Паума. По поводу вопросов, коллеги, если нетрудно, не забудьте про них и задайте их где-то через полтора часа, потому что я с удовольствием на них отвечу. Ну, а сейчас продолжаю. Значит, наш с вами рекламный вебинар посвящен аж целому седьмому курсу управления сетью на основе методологии нет-дев-опс. И действительно, в этом курсе присутствует большое количество технологий, относящихся к девопсу, такие как Ansible или там Prometheus, Grafana и прочее, прочее, прочее. И курс трехдневный, очень плотный, набит материалом. И очень часто слушатели говорят, а как бы нам еще позаниматься потом. И вот как бы позаниматься потом, я этому вебинар и посвящаю. Ну, и должен я рассказать о себе. Расскажу я о себе, что если вам вдруг это заинтересно будет про меня почитать, то спасибо нашим менеджерам. Они в разделе о центре преподавателей выложили краткую информацию обо мне. Лохтурх Вячеслав Александрович, это я, можно почитать. Пожалуй, больше не буду. Итак, я сисадмин, преподаватель, давно работающий и с удовольствием рассказывающий о любимых своих вещах. Ну, а любимые вещи это у меня сети, Cisco, Linux, Windows и прочее, прочее. Поэтому, о чем мы с вами сегодня узнаем? Сегодня мы с вами узнаем, что вы можете прямо по окончании вебинара, вот цель вебинара следующая, да? Так, по окончании вебинара прийти домой, сесть за свой компьютер. Позвольте, я его прямо нарисую в ваш компьютер, да? Я так буду, гипотетический компьютер, да? Вот вы садитесь за свой компьютер, и вот у вас имеется ваш компьютер. Так, и мы его и обозначим, да? Значит, даже подпишем, чтобы не было сомнений. Домашний компьютер. Давайте шрифт увеличим. Домашний компьютер. Вот, сели вы за свой домашний компьютер. Этот домашний компьютер может быть компьютером, может быть ноутбуком. У него есть адаптер. Можно даже угадать с вероятностью 99%, что это там Wi-Fi адаптер, который получил IP-адрес по протоколу DHCP. По протоколу DHCP. Так, ну, а мы с вами, соответственно, хотим поиграть в компьютерные сети. Поэтому у нас мысленно компьютерные сети, ну, такого простого предприятия, какие можно представить себе компьютерные сети. Ну, наверняка это будет компьютерная сеть, локальная сеть, локальная сеть предприятия, допустим, как мы ее назовем, да, локальная сеть предприятия с адресацией. Я прямо буду брать адресацию, которая у нас на курсах. 15 номер стенда, 15 сеть. Вот такая вот локальная сеть. Так, выход из локальной сети должен идти через глобальную сеть. Тоже рисуем глобальную сеть. Тоже рисуем глобальную сеть. Вот, глобальная сеть у нас будет называться Vydaria Network. Vydaria Network. Вот, адресация ее, ну, тоже на всех курсах она одинаковая, поэтому я буду адресацию записывать. 172.16.1.0 разделить на 24. Вот, и вот как-то сюда надо бы добавить циски, линуксы, соединить все линиями связи и так далее. И вот как это сделать. Как это сделать? Значит, чтобы это сделать, я буду пользоваться методическим пособием, который называется либо wiki-wal-b-master-u-ru. Я вот буду, наверное, в блокноте крупно писать, да. Так, по поводу маски я могу что-нибудь накосячить запросто, поэтому смотрите за мной, пожалуйста. И вот wiki-wal-b-master-u-ru. Либо вот так вот можно обратиться сюда, к этому методическому пособию HTTPS. Wiki, ну тогда уже без точки, вот два имени. Так, и мне сообщают об ошибках. Да, да, спасибо огромное. Я вот очень ценю, очень ценю вас, коллеги, что вы вот такие вещи видите. Конечно же, слэш-24. Абсолютно верно, круто. И это первая моя ошибка. Надо посчитать ошибки. Да, одна есть. Так, слэш-24, да. Да, 24. Ладно, все. Слэш-24. Так, спасибо. Спасибо за внимание. Двигаемся дальше. Двигаемся дальше. И, соответственно, в этом методическом пособии. По окончании вебинара не забудьте меня спросить. Вячеслав, вы обещали рассказать, где еще видеоуроки есть по предыдущим вебинарам и где они будут по будущему. Но я хочу сейчас обратить ваше внимание на следующее. Вот я большой сторонник того, чтобы после курсов люди приходили и занимались дома. А я делаю все, чтобы они захотели заниматься дома. Поэтому уже имеется видеоурок «Развертывание стенда дома». И надо иметь в виду, что этот видеоурок я очень рекомендую. Особенно с 13-й минуты, где реклама заканчивается, начинается, собственно, тема видеоурока. Но в этом видеоуроке отсутствуют циски. Значит, нам рассказывается, как развернуть сети Linux, как использовать VirtualBox и так далее. Поэтому сегодня мы с вами добавим, можно сказать, в тот видеоурок циски. Ну, чтобы было все закончено, я его почти с самого начала начну. И вот, чтобы с самого начала его начать, я открою, собственно, план лабораторных работ к вебинару. Все планы лабораторных работ у меня хранятся в Википедии в разделе «Материалы по методике чтения курсов». И я очень люблю всякие вебинары записывать, рассказывать и так далее. Публичные мастер-классы они еще называются. И вот последний из них как раз наш. Циска и Linux у вас дома. И вот мы сюда с вами заходим. Здесь я рассказываю про то, что вот, чтобы стать хорошим инженером, надо тренироваться, тренироваться и тренироваться. А чтобы тренироваться, надо, чтобы было интересно. А чтобы было интересно, надо что-нибудь интересное собрать. Поэтому начинаем. Значит, у нас с вами наклевывается схема стенда. Вот. И мы с вами начинаем думать, как нам вот эти сети организовать. Значит, по условиям у нас уже установлен VirtualBox. Если не знаете, как его установить, то рекламный вебинар я вам уже посоветовал. И вот в этом VirtualBox уже есть, ну, можно называть ее левая сеть, или специальная сеть, или виртуальная сеть, которая называется VirtualBox Post-Only Ethernet Adapter. И от первого вебинара она как раз у нас настроена на локальную сеть. Вот сами посмотрите. Вот она, да. Поэтому можно написать, что здесь у нас будет VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter. Давайте я зелененький возьму. VirtualBox. Host-Only VirtualBox. Host-Only Adapter. Адаптер. Host-Only Adapter пускай будет. Так. И аналогично мы создадим еще один VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter, но уже играющий роль глобальной сети. Таким образом у нас внутри нашего домашнего компьютера появляется множество сетей. Так, 172.16.1. Возьму я адрес 215. Вот, 215 он будет свободный. Вот. И нарисую на схеме. То есть получается, что внутри локальной сети наш домашний компьютер будет иметь адрес 29, как мы это видели только что, а внутри глобальной сети, и мы будем иметь с домашнего компьютера доступ к системам глобальной сети, будет иметь 215 адрес. Вот таким вот образом мы с вами подготовились. Читаем методическое пособие дальше. Так. Значит, подготовка. Что у нас сделано заранее? Значит, установлен VirtualBox. Скачаны образы. Ну, пожалуй, вот про эту машину мы поговорим, когда ее добавим. То, что она скачана. VirtualBox Host-Only Adapter. Adapter. Клан я вам показал. И только что мы с вами создали VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter 2. Это будет у нас подключение глобальной сети. Теперь ради чего мы с вами здесь собрались? Ради того, чтобы добавить CISC. Оборудование CISC. Значит, как добавить оборудование CISC? Имеется замечательный эмулятор под названием Dynamips уже давно, который эмулирует MIPS процессор. И над этим Dynamips'ом имеется графический нетворк-симулятор, который я очень люблю. Есть альтернативные решения, которые я не буду обсуждать. Не потому, что они лучше или хуже, а потому, что на курсах используется GNS. И нам с вами понадобится установить на этот домашний компьютер. Вот VirtualBox у вас уже установлен. А теперь вы устанавливаете на свой домашний компьютер GNS. Вот ссылка на дистрибутив. Нажимаете на кнопку Download и загружаете. Соответственно, он у вас через какое-то время загрузится. Я уже это сделал, потому что готовился к вебинару. Я тут всякие прогоняю. Поэтому я установку остановлю. И покажу, что у меня действительно в загрузках уже есть той же версии графический нетворк-симулятор. И я его инсталляцию просто запускаю. Говорю, давай-ка тебя установим. Так, говорю, давай-ка тебя устанавливаем. И вот тут вебинар. Я говорю, что будет полтора часа. А хотел 45 минут. Ну, точнее, руководство считает, что будет 45 минут. Наши менеджеры. А реальный вебинар будет больше. А готовлю я его? Ну, там просто много часов. Поэтому вот за что вы платите деньги, хотел я сказать. Ради чего вы здесь собрались? Ради чего вы смотрите? Потому что ставить надо не по дефолту. По дефолту кое-что не заработает. Вот. Значит, ставить надо так, как я нашел за несколько часов экспериментов. Во-первых, надо поставить WinPackup. Потому что только в этом случае будут доступны циски через наш домашний компьютер, через вот эти VirtualBox Ethernet адаптеры. А вот этот N-CAP не надо ставить. В Arishark поставьте, если вам он нужен. Кему мы использовать не будем. Таким, да, всякие другие Visual C и прочие там CPU-либинвиты и TiteVNC нам не нужно. Для наших экспериментов. Еще раз, если вы знаете, для чего это надо будет использовать, то welcome. Поэтому нам нужен Dynamips, WinPackup и, собственно, графическое программное обеспечение. Вот эта комбинация была найдена там за несколько часов экспериментов. Вы, можно сказать, их сэкономили. Далее мы его ставим прямо по дефолту. Он у нас ставится. Ну и пока он ставится, я хочу показать, что еще. Время я терять не люблю, поэтому, что у нас с вами... Да, кстати, здесь написано, что это надо делать. Я имею в виду, рассказываем, при установке достаточно WinPackup. Да, давайте параллельную установку буду делать. WinPackup. В версии 2 только с ней работает доступ к стенду через Cloud. Пока мы не знаем, что это такое и так далее. Так, ну и уже в чате мне написали, что для того, чтобы... Да, вот это мнение. СНГ, да. Что-то пошло не так. Что-то пошло не так. Давайте посмотрим. Так, next. Так, это компонент платный, который мы не будем ставить. Вот. Ну ладно, посмотрим, чем дело закончится. Запуская и ГНС, говорю. Так, запуская ГНС, реклама у нас в результате. И, собственно, должен сейчас графический нетворк-симулятор запустить. Так вот, в методичке сказано как раз, что нужно ставить... Нужно ставить только вот этот WinPackup. Вот, динамипс и ГНС. И про образы. Мне уже сказали, что потребуется 200 гигабайт образов. Действительно, динамипс, который работает под ГНС, требует реального образа циска. Поэтому, фактически, пока никто не видит... Дайте-ка я камеру выключу, чтобы меня не видели, да? Чтобы было больше места у нас. Вот. Так, да, да, да. Так, поэтому... Поэтому тут мне вопросы задают... Сейчас, секунду, коллеги. Да, больше экрана, лучше, да. Так, коллеги, тут мне сейчас вопрос задают... Сейчас, секунду, дайте-ка я поругаюсь маленько и продолжу. Дайте мне одну минуту. Так, по... Так вот, про 200 гигабайт образов циска я не знаю, поэтому сейчас мы займемся пиратством, раз меня не видят. Значит, я уверен, что если циска знает про меня, она не обидится, потому что, как люди, которые занимаются коммерцией, им интересно циска менеджерам, чтобы циской пользовалось как можно больше людей. Поэтому я уверен, что они нисколько не обидятся и не осудят. Если я вам для обучения дам образы, образы, но не 200 гигабайт, значит, для того, чтобы сделать 90% задач, которые у меня там с циской возникали, достаточно двух образов. Один – это старенький образ циска роутер серии 7200. Он у меня скачен, соответственно, вы видите, как это скачать. Вот этот URL видите, никому только не говорите. Да, вот образы видите. Так, второй образ – 36-я серия циска. Замечательно над тем, что позволяет эмулировать коммутаторы. То есть нужны роутеры – layer 3 устройства, коммутаторы – layer 2 устройства. Вот эти два образа, видите, 31 мегабайт и 30 мегабайт, достаточны для того, чтобы научиться 90% задач. Ну, пусть настоящие цисковеды, я имею в виду настоящие, это какие-нибудь там CCAE, которым я не являюсь. Вот они скажут, Вячеслав, этих двух образов мало на самом деле, чтобы что-то такое изучать. Но мне, как инженеру, эксплуатирующим сотни цисок в МВТУ имени Баума, ну, сотни, да, ну, там, полторы сотни, этих образов достаточно для обучения. Поэтому быстренько закрываю, и вы знаете, где взять образ. Они у меня уже скачаны. А мы с вами двигаемся дальше. Значит, ГНС у нас с вами установлен, запущен. И, соответственно, сейчас мы с вами отвечаем на вопрос. Так, ну, здесь вот опять я как-то торопился, что-то я вот не то поставил, наверное, или лишнее. Поэтому говорю, что сам ГНС будет работать локально на моем компьютере. Локально на моем компьютере, не внутри виртуальной машины. Имейте в виду. Так, соответственно, дальше у нас Local Server Configuration. Да, да, по умолчанию. Next, finish. Вот, и я создаю первый проект. Новый пустой проект. В чат на методичку скинуть не проблема. Держите, держите. Вот вам ссылка на методичку. Вот, и, значит, на наш план лабораторных работ. Так, а я продолжаю. Я продолжаю. Проект будет называться, ну, допустим, Проект 1. Проект 1, окей. Проект 1. Фантазия, конечно, не очень велика, но достаточно. И сейчас я в наш ГНС, в наш ГНС, в настройки Edit Preferences, добавляю образы, циско, циско-образы, реальные циско, реальных образов, немножко старенькие, поэтому еще раз, некое пиратство, но я еще раз уверен, что циско будет довольна, что вы научитесь пользоваться их оборудованием, и когда там все развеется, купите новое оборудование за дорого. Оборудование дорогое. Поэтому я среди загрузок нахожу вот эти вот образы, начну с роутера, 72-я серия. Вот долгое время в Бауманке стоял роутер как раз этой серии. Вот ностальгические воспоминания. Вот сейчас, конечно, все другое, но для обучения вполне достаточно. Вот, ну и практически next-next мы его ставим, добавляем. Никаких больше изменений. Вот все как по умолчанию предлагается и так далее. Понятно, что здесь можно кучу времени потратить на обсуждение каких-то нюансов, но я покажу рабочие шаги, вот, а всякие ответвления, отступления всегда можно будет добавить. И добавлю еще один образ. Значит, это уже 36-я серия. Это будет образ коммутатора. Поэтому я здесь вот эту галочку не буду ставить. Он сделает прямо то же самое, что я руками, но не будет лишнего слота использовать. Поэтому говорю дальше. Говорю дальше. Вставляю вот эту 16-портовую плату Layer 2, которая как раз будет играть роль 16-портового управляемого коммутатора. И говорю дальше. И финиш. Вот, чтобы это выглядело как коммутатор, могу даже взять и поменять символ. Символ изображения поменять. Ну и, соответственно, сейчас такой трогательный момент. Трогательный момент. Сработает или не сработает? Ну-ка, да, сработает. Жду я одного косяка и знаю его решение, но, надеюсь, вдруг обойдется. Так, Ethernet switch, соответственно, будет. По поводу самого ГНС. Не без глюков программное обеспечение, но зато бесплатное. Ну, не считая образов, которые нам пришлось отстырить. Вот. А так, спасибо авторам за то, что они есть. И вот я два этих образа добавил. Ну и, соответственно, смотрю в методическое пособие, что там у меня дальше. Значит, перегрузить стенд глючит или можно показать, как глючит. Ну, давайте посмотрим, как он глючит. И мы начинаем шаг четвертывания. Значит, развертывание локальной сети. Мы, собственно, создали проект. И теперь можем в этот проект добавить, что мы сюда добавим. Значит, раз мы с вами решили использовать циски, то использовать мы будем их следующим образом. Мы добавим в проект роутер, настоящий роутер циска. Прямо настоящий роутер. Так его и назовем роутер. И добавим в проект настоящий коммутатор. Слово настоящий подразумевает, что ГНС будет выполнять циска ИОС, операционную систему циска. И, собственно, этот циск ИОС даже не будет догадываться, что он у нас работает на каком-то виртуальном оборудовании, что, на мой взгляд, круто. И очень похоже на настоящий вариант. Так, это у нас будет свитч. Все это будет у нас соединено линиями связи. Значит, коммутатор будет подключен к машине, которая у нас домашний компьютер, через вот эту вот сетевую карточку. Так, коммутатор будет подключен к роутеру, а роутер будет подключен к глобальной сети. Значит, дальше, чтобы осмысленно мы с вами что-то делали. Значит, в роутере будет использоваться платы, платы дополнительные. Я сразу напишу, как они будут называться. Fast Ethernet, первый модуль, нулевой интерфейс, будет подключен к локальной сети, а Fast Ethernet, Fast Ethernet, первый модуль, первый Ethernet будет подключен к локальной сети. Так, ну и, наверное, сейчас самое время коммутацию доделать. Давайте допишу. Дальше, в коммутаторе, значит, Fast Ethernet 0.0 будет подключен к роутеру, и Fast Ethernet, Fast Ethernet 0.10 будет подключен вот к нашему стенду. Давайте попробуем все это скоммутировать, как вот нарисовали. Кстати, сохраню эту картинку как схема, может быть, даже если кто-то письмо напишет, отправлю по почте. Так, адрес почты в самом конце сообщу. Если не сообщу, то напомните об этом. Так, ну а я продолжаю. Я продолжаю и, соответственно, рисую. Рисую. Прям беру и рисую. Значит, я рисую подключение к глобальной сети. Захожу в настройки. Значит, Ethernet 4 здесь тоже, может быть, стоит показать, как у нас, что называется. Если посмотреть на наш домашний компьютер сейчас, на его настройки сетевых интерфейсов, то мы с вами увидим здесь Ethernet 4. Это то, что типа Wi-Fi адаптер. VirtualBox Host Only адаптер без номера – это локальная сеть, а решетка 2 – это наш с вами адаптер виртуальный для глобальной сети. И вот, увидев это, мы с вами говорим, что в этом облаке никакого адаптера железного не нужно. Значит, да, тоже нюанс. Да, вот надо вот это поставить галочку. Show Special Ethernet Interfaces. И только тогда здесь появится вариант. Значит, это наша глобальная сеть, поэтому я добавляю сюда подключение глобальной сети и называю это Change Host Name. Называю это, например, OneWideAreaNet. Вот у нас, соответственно, появилась глобальная сеть. Так, далее, как на картинке нарисовано, рисую локальную сеть, значит, захожу в раздел конфигуре, также удаляю железный адаптер, значит, также ставлю эту галочку, также выбираю Host Only Ethernet Network, добавить. Вот она наша с вами локальная сеть. Говорю «Окей». Так, и меняю название Change Host Name. Это будет у нас называться LAN – локальная сеть. Дальше, как мы с вами договорились, беру роутер, 72-я серия CISCO, называю его роутер, Change Host Name будет называться роутер. Так, хорошо. Так, и интерфейсы. Значит, захожу в раздел конфигурации. Вот эту операцию я прям живьем делал. Вот развинчивал корпус этого. Нет, не развинчивал корпус, он модульный, неправильно я говорил. Соответственно, там у него на морде есть модули, и вот в слот 1 я вставлял вот такую плату с двумя Ethernet-портами. Вот, соответственно, слот 1, два Ethernet-порта, нулевой и первый будут в нем. И, как договаривались, рисую соединение. Значит, подключаю глобальную сеть к интерфейсу 1.1, подключаю локальную. А, никуда не подключаю, потому что дальше у нас с вами на схеме, давайте смотреть на схеме. На схеме дальше у нас коммутатор. Коммутатор сделан из 36-й серии. Вот я его сюда кладу. Значит, ну, он пишет, что это роутер, потому что шасси само для роутера, там только плата Layer 2. Поэтому я, чтобы глаза не мозолило, переименовываю это в Switch. Вот, и соединяю так же, как у нас нарисованным. А именно, соединяю интерфейс. Вот здесь она, кстати, пишет, какие интерфейсы как соединены. Поэтому я сейчас досоединяю и еще раз обращу ваше внимание. То есть вот она вот расписывает, соответственно, какие интерфейсы с чем соединены. Можно всегда вспомнить, посмотреть. Ну, и вроде я не ошибался. Поэтому смотрю в методичку дальше. Смотрю дальше. Значит, добавляем роутер, switch, cloud, роль компьютера-администратора. Так, и настраиваем подключение клада. Соответственно, теперь я все это хозяйство запускаю. Вот наш с вами GNS. Нажимаю запустить. Сейчас CIS-ки должны запуститься. Надеюсь, что каких-то косяков тут нету. Так, и кто с CIS-ками работал, знает, что в каждой CIS-ке идет такой красивый голубенький кабель. Или раньше шел. Я, честно говоря, вот новые поставки не помню. Вот, и этот кабель COM-порт надо воткнуть. Или там переходник USB 2.com найти. И здесь же достаточно просто вот так вот щелкнуть в окошко. Появляется черного страшного цвета окно. Давайте попробуем его подкрасить. Значит, это у нас PuTTY, если честно. То как нам с PuTTY справиться? Давайте сделаем беленькое все. Давайте сделаем покрупнее шрифт. Да, окей. Так, и сохраним это в Default. Save. Default. Вот, и попробуем еще раз щелкнуть. О, смотрите, другое дело. Беленькое, красивенькое, да? Так, и дальше расписываем адресацию. Значит, в большинстве курсов в локальной сети шлюз имеют первый IP-адрес. Здесь он тоже будет иметь первый IP-адрес. Вот, ну, на будущее напишу, что для связи с внешней сетью он и будет иметь IP-адрес 15-й. Номер стенда у нас 15-й. Вот, и, значит, пока ограничимся локальной сетью, а именно открываем методическое пособие прямо вот из курса оборудования уровня 3 Cisco роутер. В курсе, конечно, схема немножко сложнее, чем дома. Но надо сказать, что если вы поучитесь у нас на курсах и придете домой и возьмете этот ролик, то развернете. Ну, там запросто, не запросто. Но вот я буквально в среду буду читать курс. Кстати, вот этот Linux 7, вот если еще не записались, буду рад. И там будет навороченная схема. И я эту схему отлаживал вот буквально на этом домашнем компьютере. Все прогнал под новую версию. Так что, так что вспоминаю, вспоминаю. Значит, у меня к локальной сети подключен вот этот интерфейс. Значит, кто с Cisco работал, тот знает, что надо для настройки Cisco роутера или Cisco коммутатора войти в режим конфигурации. Дальше указываю, какой интерфейс. Обязательно пишу подписи, description. Вот. Дальше мы с вами вспоминаем, какой IP-адрес у нас имеет Cisco роутер внутри локальной сети. Вспоминаем или смотрим на схему. Первый IP-адрес из локальной сети. Так. Ну и даем команду no shutdown. И сейчас будет очень волнительный момент. Волнительный момент под названием «Интересно». Неужели я действительно могу со своего домашнего компьютера, допустим, из командной строки, увидеть соединение с Cisco роутером 192, 168, 168, 15, 1, 15, 1. Давайте посмотрим. Вот он отвечает. Посмотрите, да. То есть у меня задача начинает выполняться. Сети Cisco и Linux дома. Сети Cisco дома уже появляются. Поэтому это хороший признак. И мы двигаемся дальше. Теперь давайте подключим наше предприятие к глобальной сети. Мы с вами смотрим на схему и видим, что глобальная сеть у нас... Так, коллеги, прошу прощения. Если вопросы, то в конце давайте задавать. А сейчас микрофоны, если есть возможность, выключайте. И я продолжу. Значит, вот это у нас игрушечная глобальная сеть. Игрушечная. Очень важно. А реально у нас интернет-то где-то вот здесь вот. Вот так вот скажем. Где-то здесь интернет. И попадаем мы туда через какой-то домашний роутер и прочее. Коллеги, микрофоны, пожалуйста, выключайте. Вот. Как же эту игрушечную глобальную сеть соединить с интернетом? Для этого я и в вебинаре, который был предыдущий, про который я говорил в самом начале, добавил специальную машину, Linux, виртуальную машину. И сейчас мы эту машину с вами скачаем и импортируем. Значит, скачаем мы ее, скачаем мы ее из первого вебинара. Вот если открыть ссылку на первый вебинар, то здесь имеются ссылки на все нужные образы. Нам понадобится образ шлюза. Вот у нас ссылка на образ шлюза. Там, собственно, рассказ, как его развернуть. И нам понадобится образ 24-й Убунты, свежего Убунта. Перевел я курс на новую версию. Почему Убунту, буду рассказывать потом, если вопрос зададите. Почему Убунта, почему не FreeBSD, например. Или почему не Arch. А сейчас я скажу, что эти образы скачаны. Откуда скачать, я показал. И вот, например, Гей ТСП скачен. Поэтому я запускаю его импорт. Просто беру и запускаю. Ну, пока он импортируется, отвечу на вопрос, да, Сырая ли 24-й Убунта? Наверное, сырая. Вот заодно и поможем ее протестировать. Здесь на предприятии мы ее пока не используем. В Бауманке, да, используем 22-ю, 12-й Дебен. Кто любит Archie, любите его дальше. А я, значит, с коллегами использую либо Дебен, 12-й Дебен, у нас любимая система, либо Убунта. Ну и среди статей есть рассказ, почему. Не буду сейчас тратить ваше время на то, что можно найти в Википедии. Там есть раздел со статьями. Вот он, раздел Вики, открываете. Есть раздел статьи. Видеоуроки, статьи. Вот, и тут есть, собственно, какой дистрибутив самый лучший. Мои рассуждения на эту тему. Из миллиона рассуждений мои. Так, за это время у нас импортировался образ, и я его подключаю. Подключаю, смотрите. Значит, здесь, да, вот он импортировался. Посмотрите, в настройки его захожу. И подписываю, и подключаю. Подключаю, да. Ну, ничего страшного. Ничего не мешает собрать свой образ. Самый лучший. Так что здесь я такой, это самое. Если есть ощущение, что надо сделать лучше, сделай сам. И надо что-нибудь такое даже двое. Так, посмотрите. Значит, вот эта машина, она у нас называется Gate ESPU. Internet Service Provider, да. ESP. ESPU. Ну, когда соединяет вот эту нашу игрушечную сеть, игрушечную сеть, и... Ох, ребята, да. Какой же я старый, читая ваши... Был такой же, не поверите, да. Нафига этот Windows нужен, когда есть фряха? Вообще просто, не могу понять, да. Это я такой 30 лет назад, да, представляете. На полном серьезе причем, да. Так что развлекайтесь смело, этим надо переболеть в детстве. Обязательно переболеть, а то заболеете потом. Так, значит, рассказываю, что вот этот вот мой шлюз провайдера, который я вам дал, значит, он будет иметь 254-й адрес и должен быть подключен, собственно, к нашему VirtualBox, VirtualBox Host Only Adapter, решетка 2. Так, подключен он должен быть интерфейсом. Ну, на самом деле, под капотом там будет Ethernet 0 и Ethernet 1, а в VirtualBox они будут немножко называться по-другому. В VirtualBox они будут называться Adapter 1 и Adapter 2. Adapter 2, Adapter 2. Вот такая нумерация немножко сдвинутая. Вот, и я его буквально включаю, он настроен, значит, настройки там никакие там не выдающиеся, ну, он работает, как бы свою функцию выполняет. Умные люди знают, что там над под капотом наверняка и так далее. И вот я его подключаю, подключаю. Так, значит, ну, давайте сейчас. Мне кажется, Adapter 1 я подключаю, Adapter VirtualBox, нет, Host Only, а, решетка, да, ошибка, ошибка, ошибка принята, точно. Спасибо огромное. Вторая ошибка у меня, и могла бы остаться, а это очень неприятно, когда косяки такие остаются, да, двойка, спасибо, спасибо, да, тем более, что и здесь оно, видите, отображается, то есть у нас двойка же, да, так, вот оно, да, виртуальный адаптер хоста, а этот адаптер будет подключен мостом к вашему Wi-Fi адаптеру, мостом к вашему Wi-Fi адаптеру, как бы он ни назывался и так далее. Так, и мы эту машину запускаем, она настроена мною, Антон, спасибо огромное, и мы с вами смотрим в методичку, что там по плану у меня дальше. Значит, по плану импортировали гейт и SPUN добавили, значит, виртуальный адаптер хоста подключили к глобальной сети, сетевой мост в интернет подключили, и настраиваем подключение роутера к глобальной сети. Значит, глобальная сеть у нас адаптер Ethernet 1.1, поэтому я нахожу свой Cisco роутер, вот он, значит, захожу в настройки интерфейс 1.1, как это на картинке, обязательно подписываю, обязательно подписываю, в курсе немножко все по-другому, там, в общем, навороченный стенд, как я уже грозился, да, и, в принципе, хорошо начать с простого, а потом перейти к более сложному. Так, IP-адрес, как на схеме стенда у нас, 15-й провайдер нам выдал. Так, и тоже говорю, нож отдал, нож отдал. Так, что еще, значит, те, кто с сетями работал, понимают, что должен быть маршрут по умолчанию на нашем роутере, и вот таким вот образом я его добавляю. Ну, и опять волнительный момент, потому что либо заработает, либо не заработает. Беру и набираю, как оптимист, ping 1.1.1, проверяю, есть ли у меня доступ в интернет. О, есть! Если честно, я по сто раз все тестирую, но поскольку все тут непросто, если вот вы смотрите и вам кажется непросто, то вы не ошибаетесь, это все непросто. Надо просто, вернее, это просто, надо просто несколько раз посмотреть, несколько раз посмотреть, понастраивать, поиграться в эти штуки, и тогда оно станет очевиднее и понятно. Значит, наш роутер в интернете, это хорошо, можно смотреть, что у нас дальше по плану. Что у нас дальше по плану? Сети Linux и Cisco были анонсированы, а пока что у нас только Cisco, поэтому добавляем к Linux серверу. Значит, ну, диспуты про Ubuntu я услышал, поэтому я смело импортирую Ubuntu, свежую, с риском для жизни, что она там сырая и так далее. Вот, но, опять же, я вот буквально провел увлекательно выходные, спасибо жене и детям, что терпят выходные, я такие там стенды отлаживал, да, вместо того, чтобы на даче картошку сажать. Вот, поэтому я сейчас импортирую виртуальную машину, так как мы это делаем обычно в сетях Linux, да, вот есть виртуализация VirtualBox, вот надо виртуалочку, вот надо какие-нибудь эксперименты провести. Вот, импортировали образ. Сам образ я показал, где скачать, можете посмотреть, и ничего там особенного не настроено, да, про дачу я согласен, дача неинтересна, а вот сети это интересно, да, еще и платят за них. Вот, значит, пока он импортируется, что могу сказать, наблюдается в мире перекос в нехватку админов, все стали девопсами, решили стать девопсами, ну, точнее, думают, что они вот-вот станут девопсами, вот, реально хорошим девопсом может стать тот, у кого админский бэкграунд, вот, и вот, как бы, классических админов начинает не хватать очень сильно. Поэтому вот этот курс Linux 7, он как раз такой, ну, не то что олдскульный, там, еще раз там и Ansible, и Prometheus, и Grafana, и не только используем, вот, но тем не менее, поэтому, поэтому полезная игра, и нехватка на рынке труда таких инженеров большая, которые понимают сети, IP-адреса, там, шлюзы, маршруты и прочее. Так что, так что давайте-ка попробуем добавить в наши домашние сети систему сервер. Значит, но не просто добавить, а добавить ее вот сюда, вот мы хотим, посмотрите, вот сюда хотим добавить, хотим добавить вот сюда, и хотим подключить ее, вот так вот я нарисую, да, так, честно говоря, скомпоновка, я несколько раз рисовал эти картины, все думаю, как бы это скомпоновать. Значит, это машина-сервер у нас, сервер называется, вот так вот назову, да, серверовская будет. Так, она будет включена в коммутатор CISCO, потому что всякие интересные лавы на стыке подключения не просто, а вот именно управляемый коммутатор, можно поднять интерфейс, опустить интерфейс. Так, и со стороны коммутатора будет подключена в интерфейс, сразу же запишем, чтобы все было очевидно. Fast Ethernet 0. Да, по поводу рисования я могу так сказать, что когда-нибудь я найду время, Александр, спасибо за это самое, я прям себе запишу. Пришлите мне на почту, да, да, у нас old school, во-первых, во-вторых, ничего подобного. Я не люблю очень коллег, которые говорят, наше время там все в ВИАе сидели только, и вы должны тоже. Нет, мне ценные из нашего времени, это хорошие специалисты, которые могут доку прочитать и по ней сделать. Вот это крутой скил. Поэтому, ну, по поводу регионов, да, Владимир, обсудим потом чуть позже, это есть такое, не знаю, откуда они берут людей в регионах грамотных за такие деньги, но, наверное, бывает. Поэтому продолжаю. Итак, нам нужно подключить сервер к коммутатору. То есть, наш с вами GNS как-то должен быть, наш с вами GNS как-то должен быть, значит, подключен, знать про эту машину. Как он узнает про эту машину? Открываем документацию GNS или открываем этот вебинар и идем в настройки, идем в настройки нашего с вами GNS и находим раздел VirtualBox. VirtualBox, виртуальные машины. Значит, добавляем новую машину, в списке отображаются все машины. Нам нужна машина-сервер, как мы с вами задумали, да, мы ее подключаем. И пока непонятно почему, но мы дадим ей два Ethernet-адаптера, два адаптера, два. Пока непонятно зачем два, потому что не знаем зачем. Вот у нас, кстати, появилась эта машина. Вот она, видите, да, можем ее вот сюда вот шлепнуть. Можем ей изображение сервера придать. Вот, опять же, я застал времена, когда сервер выглядел именно так. Так, сейчас покажу, как выглядел сервер в наши времена, да. Change Symbol, да. Как в наши времена выглядел сервер, вы не представляете сейчас. Вот, выглядел он примерно вот так вот. Так, вот так вот он выглядел, да, прямо. Да, абсолютно верно, Константин задает вопрос. Значит, ее сначала надо добавить в VirtualBox, но никак там не настраивать. Не адаптеры, нет, можно настраивать. Оперативную память можно настроить, процессоры можно настроить, диски, но не сеть, но не сеть. Поэтому, Константин, спасибо за вопрос, хороший вопрос и вовремя. Вот, и вот я ее настрою в VirtualBox, там оперативную память, CPU, диски и так далее, добавил ее в GNS, и в GNS указал два адаптера, то есть не в самом VirtualBox. И вот теперь я один из адаптеров беру и подключаю так, как мы договорились, согласно схеме стенда, вот сюда. Вот, дальше запускаю, запускаю, опять же пальцы так скрещиваю, да, говорю запустить эту машину. ГНС запускает VirtualBox, значит, буквально должен появиться, должен появиться через какой-то момент процесс запускающейся машины. Что мы можем увидеть? Да, да, ГНС автоматически видит, абсолютно верно, Антон, да, хорошие вопросы. Значит, вот если полезть в настройки нашей системы, в сеть, то мы увидим здесь странные настройки, которые менять, трогать не нужно. Эти настройки произвел ГНС, что такое UDP, там, туннель, мне неизвестно, вот, но цель в том, чтобы наша система, соответственно, увиделась, вот, в сети. Что еще достоверно известно, даже не буду проверять. Достоверно известно, даже не буду проверять, что добавление вот этого линка никак не отобразится на коммутаторе. В ГНС не реализовано, как это, определение наличия линка. Вот линки существуют только те, которые были на старте коммутатора. Поэтому я просто говорю, что если вы хотите, чтобы эта линия связи заработала, есть два способа. Первый способ – это просто остановить коммутатор. Ну, правда, надо учесть, там, была ли в нем конфигурация, сохранить ее предварительно. И запустить заново вот этот, то есть, добавив линк в коммутатор, вы должны что-то из двух одно сделать. Либо выключить коммутатор и включить еще раз. Это вот опять нюанс, за который вы заплатили, да, пришли на вебинар. Потому что не очевидно. Значит, и дальше я подключаюсь к своей системе, как пользователь root. Не буду объяснять, что не надо работать root. Приходите на курсы, объясню. Вот, подключаюсь, как пользователь root. С параллелем вот таким вот паспорт. И настраиваю сеть. Иду на курс Linux 1 и узнаю, как в Ubuntu настроить сеть. Как в Ubuntu настроить сеть, узнаю на курсе Linux. Либо я беру и выполняю вот такой вот скрипт. SH нет, сервер SH. SH нет, сервер SH. Значит, он спрашивает номер стенда. Во всех вебинарах 15 номер стенда я стараюсь использовать, либо, ну, чаще всего 15. И перезагружаю систему. И нет, шесть. Перезагружаю в самый быстрый способ. Значит, если все хорошо, то я должен суметь смочь, подключиться к этой системе, как это обычно делает любой администратор. Как обычно делает любой администратор. Любой администратор берет PuTTY или любой SSH клиент, указывает IP-адрес системы 168.15.10. Да, указали мы 10-й адрес. Давайте посмотреть. Не указал я 10-й IP-адрес. Значит, 10-й IP-адрес в локальной сети будет у нашего сервера. Так, 10-й IP-адрес. Указали. Значит, он у нас загружается. А я продолжаю. Так, 10-й. И называться будет сервер. Говорю, сохранить. Подключаюсь к нему. Да, и опять же, плохо, но не время обсуждать, почему и как. В общем, вот у нас с вами. Вот. И эта система должна быть, соответственно, должна быть в интернете. Да, видите, в интернете все у нас как положено. Значит, настройки произвел скрипт. Вот. Фактически он отредактировал вот этот вот файл. Нетворк. Нет. Нет. Кат-ет-а-ц. Нетворк. Да. Да, можно будет посмотреть потом, коллеги. Можно по-английски отключаться без проблем. Абсолютно. Нетворк интерфейс. Да, вот этот файл отредактировал. Ну, не только его там. Пост-нэм еще отредактировал. Пост-ц и так далее. И тут же нам понадобится, нам понадобится DNS-сервер. Идем на курс Linux 2 и настраиваем DNS-сервер. В данном случае я выполню тоже скрипт, который нас избавит от необходимости ручного труда. Вот он у нас превратится сейчас в DNS-сервер. Так, ну и смотрим, что у нас с вами дальше. Так, клиентскую станцию добавить хотим. Значит, по поводу рабочих станций. Значит, не спрашивайте, откуда я взял. Вот, если захотите воспроизвести, то напишите. Сейчас я добавлю неизвестно, откуда взявшийся Windows-клиент. Вот такой вот прям беру и добавляю, да. И рисую его на схеме стенда. Значит, беру и откуда-то Windows у меня взялся. Почему? Потому что Windows у нас тоже нету, да. Так, Windows-клиент. Ну, вот здесь вот я его размещу. Значит, мелко, но в тесноте, да не в обиде, ничего страшного. Значит, эта машина будет Windows-клиент. Может быть, Linux-клиент. Тут у нас импортозамещение во все идет. Так что все лабы идут и на Windows, и на Linux. Вот, ну, я по секрету знаю, что многие до сих пор сидят на Windows. У нас, например, в институте никому так не говорите, да. Не хотят слезать на Linux. Поэтому в курсах мы пока что в Windows тоже показываем. И есть курс Linux 4, реклама-реклама, который посвящен полностью вопросам импортозамещения. Которым вопросом я активно занимаюсь в университете. Ну, не то, что мне нравится это, а потому что у нас целых три человека, которые делают ресерч всякие, да. И при этом. Так, Fast Ethernet 02. Вот сюда вот будет подключен наш с вами Windows-клиент. И получать IP-адрес он будет по протоколу DHCP. Так, и DHCP-сервером у нас с вами будет Cisco DHCP-сервер, да. Так, да, это самое. Не ругайтесь, не для этого мы здесь собрались. Это самое. Так, да, да. Не это самое. Бесстрастно будем заниматься. Так, DHCP. Пока импортируется, быстренько идем на курсы по Cisco и узнаем, как это самое. По поводу коллеги, которые думают, что они мало знают еще как бы это самое, могу сказать, что лечится очень просто. Очень быстро берем и скилл прокачиваем, да. Идем ли мы на курсы или там смотрим вебинары или еще что-то. Значит, мы с вами тут обсуждаем, что не хватает специалистов, да. Каких специалистов не хватает? Не хватает не просто специалистов, которые там, ты как БГП настроить знаешь, а он там, ну, знаю там или там не знаю, да. Не хватает специалистов, которые БГП, да, в принципе, не настраивал. Но динамический протокол маршрутизации – интересная вещь. Дайте мне сутки и стенды, и я разберусь, как это настроить. Вот таких не хватает специалистов, потому что все знать сегодня невозможно, все постоянно меняется, вот. Поэтому ничего не мешает стать крутым специалистом именно с этой позиции. Развивать скилл изучения новых вещей. Вот и все, что сегодня нужно. А не то, что я ядро могу собрать Linux, я крутой. Ядро собрать Linux уже больше не нужно. Так, а я пока с курсов Cisco утащил конфигу для DHCP сервера. В принципе, кто DHCP сервер настраивал, тот что-то знакомое видит. И сейчас заменю все значения X на 15, заменю все. Вот, и таким образом у меня получился кусочек конфигурации. Так что, если вам будет интересно, если вам это будет вдохновлять, то вы будете крутым специалистом, потому что сегодня самая большая проблема у всех, и детей, и взрослых, как ни странно, это отсутствие мотивации. Мотивация. Неинтересно. А если вам интересно, то вы круче всех. Вот и все. Как этот интерес себе развить, это вопрос. Ну, например, вот так. Вот я пытаюсь. DHCP сервер на циск поднимем? Поднимем. Вот утащили конфигуру DHCP сервера. Вот мы ее скопировали. Кто DHCP сервер настраивал, кое-что здесь знакомое видно, видит. Да, и нужно время, согласен, нужно время. Ну, можно заменить что-нибудь. Я практически не смотрю телевизор, не смотрю сериалы, в общем, не играю в компьютерные игры. Почему нацистка поднимает, меня спрашивают. Только для того, чтобы потом эту информацию... Да, вот, говорит, зачем это нацистка, мистер Андерсон? Мистер Андерсон, вы не поверите. Это же лабораторная работа, которая будет звучать так. А можем ли мы с Линукса снять какие-нибудь метрики? Какие метрики? Ну, например, такие метрики. Или, например, такие метрики. Или, например, количество выданных адресов. Можем снять с циска и в графане нарисовать. Понимаете? Это все фундамент. Вот, с одной стороны, в Бауманке у нас DHCP сервер на Линуксе. Да, согласен. Но, например, для Wi-Fi он на циске. Так что вполне себе нормально. Вот, и это лаба. Лаба, лаба. Еще куча лаб предстоит. Так что смотрите внимательно и делайте так, как вам нравится. А я продолжаю. DHCP сервер поднят? Наверное. Так, Windows у нас импортировался? Наверное, импортировался. Ну, вы уже знаете, что нужно сделать. Нужно пойти в настройки и в настройках добавить еще одну виртуальную машину. Видите, она здесь у нас появилась. Не говорю, финиш. Говорю, окей. Вот она у нас появилась. Вот я ее кладу, соответственно. Кладу. И подключаю ко второму интерфейсу так, как мы с вами договорились. И показываю второй способ. Второй способ заключается, чтобы наш коммутатор узнал про линк. Надо зайти в режим конфигурации. Открыть настройки второго интерфейса, куда подключен наш линукс. И, вульгарно выражаясь на слова циска, да. Цисковедов, передернуть интерфейс. Да, shutdown, no shutdown, no shutdown. Вот такую инструкцию дать. Тогда новый линк будет найден. Вот, ну найден, не найден. Сейчас практика покажет. Берем и запускаем наш с вами Windows клиент. Запускаем Windows клиент. Запускается. Смотрим, как он себя поведет. Так, пока мы смотрим, как он себя поведет. Запишу, что на Windows клиент у нас логин студент. Логин студент. Пароль. Пароль паспорт. Пароль еще круче, чем на. Так, ну и надеюсь, что долго загружаться не будет. Но пока загружается, надеюсь, что она у нас получит IP-адрес успешно. Давайте проверим, так это или не так. Студент, паспорт. Да, судя по всему, она получила IP-адрес. И если это так, то можно даже проверить связь с интернетом, например. Так что, ну, любимым способом, да, через командную строку. IP-конфиг. Кон-фиг. Да, вот у нас IP-адрес 101, да, из диапазона. Там можно разглядеть диапазон в конфигурации. И ping-я.ру. Так, ну хорошо, пингуется. Дальше смотрим, что у нас тут запланировано сегодня, да. То-то-то подключаемся через путь, тянует, если это Linux-клиент, у нас Windows-клиент. Так, теперь вопрос, зачем нам этот коммутатор здесь, да. Зачем нам вот этот вот здесь коммутатор, что в нем такого, что его отличает от неуправляемого. И я попробую сейчас вам продать. Управляемый коммутатор, да. Чем управляемый коммутатор лучше, чем неуправляемый. Значит, в принципе, будет как бы лаба незаконченная, только наметки, да, ее будут показаны. Ну, вернее, работающая основа будет показана. Вот у нас с вами клиент ходит в интернет, да, ходит в интернет вот таким вот образом, да. Вопрос, а можем мы перехватывать трафик этого клиента на вот этой вот нашей машине? Вот зачем нам перехватывать трафик? Как бы выходит за наши рамки и, в принципе, даже большого смысла не имеет, потому что трафик весь шифрованный. Ну, вот просто вот хотим, вот можно или не можно. Вот. И вот это вот просто вот это страстное желание позволяет мне рассказать, что среди прочих интересных вещей в управляемых коммутаторах, например, есть технология SwitchPort Analyzing, которая позволяет сделать следующее. Берем какой-нибудь Linux, хотя можно и Windows с Варишарком, но я Linux-оид, поэтому Linux. Подключаем его отдельной сетевой картой, например, к пятнадцатому интерфейсу нашего коммутатора. Вот, подключаем отдельной сетевой картой. Далее этот пятнадцатый интерфейс, вульгарно выражаясь, передергиваем. Да, вот наш свитч. Захожу в режим конфигурации, в пятнадцатый интерфейс. Говорю Shutdown, No Shutdown, No Shutdown. Вот. А дальше, в общем, даже не знаю, на каком курсе CISCO, но на каком-то наверняка рассказывают про этот вот SwitchPort Analyzing. Вот. И там рассказывают, что вот эта вот инструкция приводит к тому, что весь трафик, пролетающий через интерфейс FastEthernet 0.0. А, подождите, FastEthernet 0 слышно. Нет, нас, нам-то не этот интерфейс нужен. Давайте-ка посмотрим на схему. А, нет, этот, все правильно, смотрим на схему. Весь трафик, пролетающий через вот этот вот интерфейс, весь трафик, пролетающий через этот интерфейс, будет доставляться на наш Linux. Вот то, что надо, да. Мы можем нарисовать еще одну линию, допустим, черного цвета, да. Черного цвета, да, еще одна линия вот у нас с вами. Вот у нас еще одна линия. Вот. И, соответственно, здесь интерфейс FastEthernet 0.15. То есть весь трафик, который находится вот здесь, вот будет доставляться вот сюда вот и попадать в нашу систему, ну, допустим, для какого-то анализа. Допустим. Почему допустим? Да потому что трафик весь шифрованный, и что там анализировать сегодня сказать сложно. Ну, тем не менее, пускай будет. Так, он так. Ага, хорошо. Порт Мироринг, да. Владимир правильно в чате пишет. Порт Мироринг, нормальное название. Вот. IDS, IPS – это предтеча тому, что мы делаем, Константин, да. Тем более, что оно заявлено в теме вебинара. Поэтому выполняю, да. Значит, чтобы все это выполнить, нужно настроить коммутатор. Коммутатор мы настроили, интерфейс передернули. И нужно настроить Linux. В Linux надо тоже описать еще один интерфейс. Интерфейс у нас описывается в файле etc.network.interfaces. Вот. Здесь пока описан единственный интерфейс. И я из методического пособия беру описание второго интерфейса. Значит, интерфейс должен быть поднят. Никакой IP-адрес на нем смысла не имеет. Поэтому мы с вами видим нечасто встречающуюся конфигурацию типа manual, да, вручную. Сам линк будет поднят. Редко встречается, в паре курсов всего лишь встречается, да. То есть никакого статического IP-адреса здесь нету. Вот. И еще раз повторю, что это все делается только для того, чтобы интерфейс был поднят. И, и, и теперь, теперь имеется возможность на этом интерфейсе слушать трафик. И вот я возьму любимую команду сисадминов tcp-dump. Буду слушать на интерфейсе один трафик ICMP пакеты. Вот. А своего Windows компьютера попробую этот трафик, попробую трафик сгенерировать, да. Вот он, Windows компьютер. И снова ping, там, я, точка, ру. И что мы с вами видим? Ну что, напишите в чат, круто, не круто, прикольно, не прикольно. Посмотрите, мы с вами целый час тут разговариваем. У нас уже Cisco, Linux, Windows, и уже трафик мы перехватываем. Как вам? Напишите в чат. Плюс-плюс, если интересно. Плюс-минус, если так. Ну ничего, минус-плюс, если то-то-то, минус-минус, зачем я здесь сижу, да. Очень рад, коллеги. Тогда смотрите, что будет дальше. Смотрите, что будет. Очень рад. Смотрите, смотрите. Да, да, проси. Повышенную зарплату, согласен. Смотрите, коллеги. Значит, месяц назад я готовил этот вебинар. Точнее, месяц назад меня спросили. Вячеслав, про что будет вебинар? Я говорю, я знаю, про что будет. Он будет про то, как настроить дома сети Cisco, Linux, и все это замешать. И, наверное, даже успею рассказать, как настроить систему Intrusion Detection. И я, собственно, да, начал это дело готовить. И тут меня осенило. Осенило, вот что. Меня осенило, что эта задача имеет не просто решение. Значит, вот здесь, как бы, идея того, что я хотел показать, в том, что хакер пытается атаковать наш веб-сервер. Вот веб-сервер. Вот он, хакер, атакует веб-сервер, зараза. Атакует веб-сервер, а порт-мирроринг приводит к тому, что мы копию трафика получаем сюда. Здесь ее анализируем. Находим, значит, попытки эксплуатации уязвимости. И на роутере блокируем IP-адрес этого хакера. Все прям зашибись, и лаба есть, все замечательно, все. Только эта лаба абсолютно непрактическая. Абсолютно непрактическая, потому что трафик сюда летит, HTTPS-ный. И мы будем его получать, копию HTTPS-ного трафика на нашей IDS-системе, и ничего мы оттуда не возьмем. И эта лаба с точки зрения, как бы, вот, то, что мы тут анализируем, управляем циской, хорошее, но бессмысленное. Понимаете? И вот я, как бы, готовя это дело, понял, что ее можно сделать осмысленной. И написал статью, написал статью на Хабре, вот она статья, DPI из подручных материалов. Значит, я прямо оставлю эту статью, и очень надеюсь, что кто-то из вас, а вас 50 человек, хоть кто-то, попробует эту статью. Ну, не попробует, она опять же написана так, чтобы ее можно воспроизвести дома. Вот возьмите этот образ. Причем здесь даже не нужно ничего, кроме одной виртуалки. Вот все делается прямо на одной виртуалке. И IDS превращается в IPS на одной виртуалке. И здесь вы узнаете и про сертификаты, и про реверс-прокси, и про IDS-снорт. Вот она статья, работающая, все берете, делаете. Поэтому я, написав настоящую полезную статью, вот без кавычек, да, полезную, потому что она вот прям работающая. Вопрос только в Снорте, где вы возьмете Снорт, я не знаю, потому что это тоже ЦИСК, где вы возьмете правила. Вот ссылка в студии, ссылки на все статьи, как я вам обещал в конце. Она, в принципе, прямо в плане вебинарных. Ну, и уж коли вы подключились, я отправлю ее в чат, но еще раз она у нас есть. Поэтому делайте, вот вам прямо развлекуха на пару часов. На одной виртуалке можно все воссоздать, там с телефона атаковать, телефон будет заблокирован, все круто. А я решил показать следующее. Значит, я сейчас покажу, как стенд корректно выключать и включать, а потом для самых упорных покажу что-нибудь такое, и это уже я не знаю, на сколько часов растянется, но обязательно покажу, обязательно, что любят админы больше всего. Итак, остановка стенда. Остановка стенда выполняется следующим образом. Смотрите. Остановка стенда выполняется следующим образом. Каждое устройство, конфигурация сохраняется. В районе сохраняю раз. Сохранил, закрыл ссылку. Так, коммутатор наш сохраняю конфигурацию. Сохранил, закрыл ссылку. Дальше. Линуксы корректно останавливаю. Линуксы корректно останавливаю. Вот таким вот образом посылаю сигнал завершения работы. Windows'ы корректно останавливаю. Тоже посылаю сигнал завершения работы. Вот корректно все останавливаю. Как стенд сохранить, чтобы завтра он у вас остался. Ну, или через неделю можно было продолжить играть. Значит, дождавшись, когда все остановится. Ну, в эту машину я, в принципе, она к стенду не имеет никакого отношения к нашему, поэтому тоже можно выключить ее также корректно. Вот. Показываю, как все включить обратно. А, выключаю, да? Выключаю. Прямо стоп. Вот так нажимаю на кнопку стоп. Говорит, точно хотите? Точно хотим. Вот. И вот в этой версии GNS очень удобно. Вообще ничего не надо сохранять. Оно типа сохранилось само. Ну, сейчас проверим, сохранилось или нет. Беру и закрываю GNS. Все. GNS закрыт. Так, GNS закрыли мы отлично. Соответственно, теперь беру и... Да, сейчас он закроется. Подождите. Давай, закрывайся. Не очень мне, конечно, это все нравится. Ну, ладно, вроде бы закрылось. Кстати, не супер машина здесь. Там 16 гигабайт, что ли. Ну, наверное, в 8 будет тяжелее, но тоже можно. Так, запускаю снова. Утро наступает, GNS. Я еще раз не стал вот эту виртуалку останавливать, потому что она не имеет отношения к стенду. Да, ноутбук. Ну, вот видите, gate SPUN, да? Тоже ее можно остановить, включить. Ее gate SPUN мы включаем внутри VirtualBox. Вот что важно, да? Может быть, вот на это я обращаю ваше внимание. Значит, может ли GNS другие машины, других систем виртуализации цеплять? Не могу сказать точно. Точнее, наверняка может, но Вячеслав об этом не знает и не расскажет. Итак, утром включаете вот эту машину, gate SPUN прямо из VirtualBox. Включили. Сервер и клиент не включаете ни в коем случае, потому что они включаются из GNS. Находите GNS. GNS приложение. Находите проект. Вот он наш проект. Проект. Вот он наш проект. Да, так пальцы скрещем, да, чтобы она загрузилась, запустилась. Все это довольно... Так, и нажимаю на кнопку старт. На кнопку старт нажимаем. Вот такая вот красота. Если еще запустится, будет, да. Запустился Linux сервер. Сейчас должен запуститься Windows клиент. Так, ну, сессия наша отвалилась. Это нормально. Сейчас должна загрузиться система. И тогда можно будет попробовать подключиться. Вот, пока оно загружается, про Archie Debian, да, расскажу. Если вы только начинаете заниматься Linux, очень полезно использовать какой-нибудь тяжелый в эксплуатации дистрибутив. Там Archie, Legend, или еще что-то такое. Там, биться там, разбираться и так далее. Очень хорошо и полезно. Вот, на предприятии, конечно же, мы используем... Да, да. Так, значит, рестарт сессии. Да, значит, подключаюсь обратно. Ну, и чек будет какой? Значит, если оно все прямо у нас работает, то мы просто снова трафик попробуем. Попробуем трафик. Так, попробуем трафик. Вот, ну, по поводу санкций, еще раз, даже не знаю, что лучше, да. Предпочитаю не участвовать ни в чем. Так, паспорт. Так, поэтому, поэтому... Вот, инженерное дело вам преподаю. Так, поэтому, поэтому, поэтому открываем консоль. Запускаю перехват ACMP пакетов. И если все конфиги у меня сохранились нормально, и Windows, и Linux, и CIS, то снова пинг Яндекса должен пройти успешно. Не очень-то успешно, между прочим, да. Вот, это не очень хороший признак. Почему-то не... Почему-то не... Так, пинг Яру... А, нет, пошло. Ну, немножко подтормаживает все. Это, можно сказать, фича. Да, все очень быстро не работает. И как раз для... Особенно для того, что здесь все эмулируется. Эмулируются CIS-ки, микс-процессоры эмулируются и так далее. Стенд сохранен. И тогда бонусная лаба, графики и уведомления. Значит, еще раз я, несмотря на заявленные вещи, вот, прямо осознал, что надо дать материал нормальный, но там нет никаких CIS-ок, но зато это рабочая лаба, вернее, осмысленная лабораторная работа, да, полезная. И буду рад, если вы ее воспроизведете, потому что статья как раз написана, чтобы дома воспроизвести. Я вот большой сторонник, чтобы все, что я рассказываю, можно было проверить, увидеть. А я вам расскажу и закрою один нюанс, который тоже всегда хотел закрыть. Значит, что очень любят админы сетей. Админы очень любят смотреть на графики и любят получать уведомления. Поэтому бонусная лаба будет заключаться в том, что сейчас мы с вами увидим, каким способом можно строить графики и получать уведомления. И я буду для этого использовать такие традиционные средства, которые сегодня не очень модные. Но начну о том, что, значит, что не очень модно. Никто не знает, что такое протокол SNMP. Напишите в чат плюс, кто с SNMP работал, и я так плюсики посчитаю, да, если вы работали с SNMP. А кто не работал, тот, значит, вот смотрите, графики. Можно строить красивые графики загрузки интерфейсов. Как это сделать? У нас же с вами Cisco. Как с нее снимать эту информацию? О, я вижу много народу. Но ничего, тогда, значит, вы узнать будете, что это такое. Сюда я добавляю, запускаю SNMP-агент на нашем Cisco роутере. Подробности все на курсе, за деньги, да. Здесь только работающая лаба. Ну, если заработает, конечно. Вот, и устанавливаю на Linux SNMP-консоль, которая позволит эти метрики собирать. Собирать, да. Да, 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 да. Да, да. Ну, я вижу, что вариантов много, и, да, коллеги, смотрите, Алиса сообщает, да, SNMP-волк, да, угадали, он и будет. Значит, устанавливаю я клиент SNMP, и мы с вами сейчас бегло посмотрим, как можно к роутеру обратиться за метриками. За метриками, и каким образом можно графики построить. Значит, еще раз хочу эти лабы записать, потому что на курсе, реклама курсов, все эти метрики будет строить, получать Прометеус, рисовать графана. Вот, чтобы на курсе остался только Прометеус и графана, я хочу вот эти вещи закрыть. Значит, здесь я подписываю лицензионное соглашение таким странным способом. Вот. Таким вот образом подписываю лицензионное соглашение, и могу вместе с вами выяснить, что я могу выяснить. Можно ли с роутера эти метрики собирать. Но чтобы их с роутера собирать, надо сначала к нему обратиться. Чтобы к нему обратиться, необходимо в DNS добавить имя нашего роутера, потому что в DNS, который нам скрипт развернул, этого имени нет. Да, я вижу там жаркая дискуссия по поводу использования Алисы. Так, роутер. Добавляю роутер. Вот он, наш с вами имя. Дальше. В сервисе намет. Рестарт. Так, дальше. Здесь тоже неочевидный момент. Надо, чтобы наш Linux сам себя использовал в качестве DNS сервера. Вот. И теперь можно набрать ping-роутер. Все это в методичке отображено. Вот эти вот команды я сделал. Так, ну и смотрю, можно ли использовать... Можно ли использовать... Значит, SNMP-волкруль это вы сказали, да? Да, действительно. Можно получить с роутера кучу метрик, буквально прогулявшись по всем его OID-ам, Object Identificator, вот таким вот образом. В том числе можно, например, полезную информацию увидеть, какие у нас сетевые интерфейсы у роутера есть, с какими индексами. Вот здесь мы можем на схеме стенда посмотреть, узнать наши интерфейсы. Вот это вот к локальной CD подключено, это глобальный. Александр спрашивает про Zabbix. Да, я читаю Zabbix, пока читаю шестой, вы знаете, что вышел седьмой, и курс читается по шестому, а потом обновляется до седьмого. Так что, Александр, приходите на курс, узнаете про оба Zabbix и про шестой, который в 90% инсталляции, и про седьмой, который в 10% пока инсталляции, но постепенно будет увеличиваться. Так что вот так вот. На телефонию приходите. Телефонию я тоже очень люблю. Астериск. Так, ну ладно, графики, графики, коллеги, графики. Возьмем вот это решение. Кто знает про такое решение? Не думаю, что многие знают. Это один из старейших пакетиков, который позволял строить графики, поэтому я просто ему запечатлим его в веках, и больше не будем к нему возвращаться на курсах. Ставлю MRTG, да, старейшее средство. На самом деле Zabbix тоже появился достаточно давно, вот, и, соответственно, соответственно, да, да, это как это, мемориальную доску MRTG, да. Значит, поставили MRTG, дальше подключились к роутеру, и к FG-мейкерам создали файл конфигурации, описывающий все его интерфейсы вот таким вот образом. Вот. Ну и, в принципе, здесь, мне кажется, больше ничего и не надо делать. И создали... А, подождите, подождите, подождите. Забыл я одну вещь. Надо было веб-сервер поставить. Ну-ка, веб-сервер-то надо поставить. Угу, да. Веб-сервер надо поставить. FreeBSD, да, поднимать. Не-не, ребята, да, графики просто... Еще раз, можно спокойно расходиться, да. Записывайтесь на курс, там будет MRTG. Нет, не будет MRTG, там будет Grafana и Prometheus. Ну, чтобы вот сказать спасибо большое, потому что кое-где в Baumanке у нас еще рисуются графики в MRTG, хотя мы давно перешли на Zabix, кстати. Zabix хорошая система. Так, ну и, соответственно, ls-l, varvv, html, да. Так, в MRTG вывод, ну, вроде бы нормально все, да. Хорошо, хорошо. Так, значит, хорошо. Вроде бы все нормально, права нормальны. Веб-сервер я установил. Так, файл индекса HTML сейчас сделаю. Да, сделаю и забудем про MRTG. Так, на патч поставил, хорошо. Так, значит, индекс HTML сейчас мы с вами сделаем и будем ждать графики. Одно из старейших средств. Абсолютно верно. Просто вот хочу прям запечатлеть. Вот так вот ставится, вот так вот настраивается. Значит, и откроем страничку, будем смотреть графики. Так, 192, 168, MRTG. MRTG. Так, но надо, что сказать, что в Ubuntu он оформлен в виде сервиса. Поэтому надо, согласно документации, этот сервис перезапустить. Так, MRTG сервис перезапускаем. Рестарт и смотрю. Да, все, пошли метрики собираться, графики будут постепенно рисоваться. Спасибо, MRTG, что ты был. Дальше. Следующее старейшее средство. Когти. Тоже. Nginx. Нет, Nginx тоже можно, но я не вижу большого смысла, потому что Nginx это отличная штука, как реверс прокси. Есть люди, которые любят ее как веб-сервер, я к ним не отношусь, потому что я же старенький. Да, я застал 95-й год, когда веб-сервер Апатч появился. Поэтому вот так вот, да. Ну, если вы Nginx везде используете, не проблема. Мы его используем как реверс прокси и очень этим довольны. Не могу сказать, Александр, почему LightHTTPD не успеваю я. Так, запускаю инсталляцию как ТИ, ставится она будет тоже долго и заодно создаст нам трафик. Создать нам трафик, который мы на вот этих вот графиках сможем увидеть. Сможем увидеть. Так, как ТИ, да. Значит, как ТИ тоже рисовалка графиков, можно сказать. И мы с вами сравним ее, да, насколько вот она удобнее, чем MRTG, надо будет показать. Ну, и тоже сказать, что иногда приходят люди на курсы, которые говорят, да-да, как ТИ мы используем, нам надо, расскажите как. И вот я, чтобы эти люди не, значит, узнали самое главное, да. Что самое главное, на мой взгляд, вот, любой программный продукт, вот, например, я начинал изучать Прометеус, да, слышал, что Прометеус, везде Прометеус, Забикс отстой, только Прометеус, все круто, там, графана. Вот, ну, я в кавычках, да, то есть люди, которые там говорят, что Забикс отстой, чаще всего Забикс-то и не знают, вот, поэтому здесь все немножко утрировано. Но никогда не против узнать что-то новое. И вот, пока как ТИ ставится, да, вот тоже, видите, она, веб-сервер Апач будет у нас использовать. Вот, что самое сложное, на мой взгляд? Самое сложное взгляд, это развернуть работающую конфигурацию, которая что-нибудь интересное мерит. Вот, если это удалось сделать, все остальное уже никаких проблем, ну, вернее, как никаких проблем, да, вот, я пока как ТИ ставится, вас буду, да, отвлекать. Значит, преподаватель из конкурирующего центра, не буду говорить какого, прочитал вот такую фразу, я люблю курсы, но именно как интерфтехнологии, он говорит, да, вот источник, кстати, откуда я это списал, вот, надо сходить, и лучше сходить на двухдневный курс и не биться там месяц с какими-то азами, вот, а биться уже с интересной, с интересной. Но, Антон, значит, у вас что-то есть, чего нет у меня. Мне всегда сложно самое начало. Вот становишься на сноуборд, кто катался на сноуборде, есть такие, да, вот ты становишься на сноуборд, сразу падаешь, становишься снова, еще раз падаешь, и так можешь падать просто дня три, пока тебе не подойдет инструктор и не скажет, надо давить на переднюю ногу, а это не очевидно совершенно, и нелогично, и непонятно. Я, по крайней мере, сколько вижу людей, катающихся на сноуборде самостоятельно, все падают, потому что они назад наклоняются. А инструктор скажет, вперед наклоняться, а догадаться до этого очень сложно. Поэтому, да, да, я про себя говорю. Если же вы круто прямо сразу берете какой-нибудь там, допустим, кубернетис, да, и тут же, ха, кубернетис, ничего не знаю про кубернетис, ну, сейчас я его, ба-бах, берете там, какой-нибудь кубеспрей разворачиваете, да вы просто прирожденный инженер, вам просто надо заходить в любую контору, там, с ноги дверь открывать и говорить, 500 рублей, я разберусь с любой штукой там за два дня. Это крутой скилл, я таких почти не знаю. Ну, вот у меня есть товарищ такой, быстрее меня разбирающийся, но он ничего объяснить не может зато. У него другая проблема. Вот, он что хочешь может настроить там. Ну, с кубернетисом за два дня он не разберется, но за две недели точно разберется. Вот, я с кубернетисом полгода разбирался. А рассказываю про него за два часа. И вот два часа люди узнают то, что я узнавал полгода. Ну, не то, что я прям полгода с утра до вечера там изучал кубернетис, но, как бы, полгода я его не знал. Но, там, пытался там то попробовать, это попробовать и так далее. Вот, поэтому продаем мы вот это. Продаем вот это, да. Нет, бинарник-то запускается, а что с ним делать-то? Как вот его там графики увидеть, запросы какие-то там, что он меряет, где это хранится. Вот это вот, ну, как бы, запустить бинарник. Ну, запустили бинарник. Что дальше? Где графики-то? Вот, я об этом говорю. И на курсах продается именно вот это. Так, пока у нас когти ставится, чем вас еще развлечь, да? Значит, реклама, да? Да, реклама, конечно же, да? Значит, центр свой, да? Преимущество обучения в специалисте пока не забыл. Значит, ну, во-первых, благодаря мне в том числе у нас самый полный набор курсов. Я как вот вспомнил про кубернетис, да? Вот от команды LS до кубернетис, мне показалось, прикольно звучит. Вот, ну, и так оно и есть, собственно. Вот, от полного незнания Линукса до понимания, что такое кубернетис, но не просто там бла-бла-бла кубернетис, а там развернуть там кейклок какой-нибудь в нем, веб-приложение с авторизацией, настроить там реверс-прокси с сертификатами. Как бы вот такие лабы нужные, полезные, да? Вот, каждый курс сериал, да. Я стараюсь делать курсы как сериалы, там, с сюжетом, с мыслом, зачем мы это делаем и так далее. Вот, ну, пока когти ставится. Когти используют уже с УБД, визард ее там настраивает, вот, всякие пароли на MySQL просит и так далее. Вот, поэтому здесь я, поэтому здесь я вас, да, отвлекаю. Да, серии, то есть, ну, должен быть смысл. Не, давайте посмотрим Прометеос. А вот, видите, с Прометеосом мы видим вот такие-то возможности. Вот можно и то мерить, и это мерить, и там, такие-то экспортеры и прочее, да. Про форматы обучения. Мой просто печальный конек, да. Значит, есть разные форматы обучения. Есть обучение, вот как мы сейчас с вами учимся, да. Я рассказываю, вы слушаете, задаете вопросы, я отвлекаюсь. Вот, значит, и, собственно, вот курсы по информационной безопасности. Антон, в двух словах про информационную безопасность, пока когти ставится. Значит, она бывает двух видов. 90% это бумажная безопасность. 90 или 99. Значит, бумажная безопасность не очень увлекательная вещь, на мой взгляд. Без, только для себя говорю, да. Значит, что-то такое крутое, настоящее. У нас есть супер преподаватель, который, Сергей Клевогин, ведет курсы этичный хакинг. Вот, посмотрите, я просто знаю, что он очень занят, и как часто он эти курсы ведет, не могу вам сказать. Ну, вот это вот круто. Бумажная безопасность стоит в составлении регламентов. Регламентов сколько раз в месяц должны менять пароли, контроли за исполнением там паролей и так далее. Значит, процедуры там, которые там то и все. Вот, и в связи с этим мне не видится, что это работа... Ну, она очень тяжелая работа, очень тяжелая. Заставлять менять людей пароль, они и тот, который один пароль-то забывают, а еще менять пароль. В общем, это непростая вещь, и надо обладать, ну, прям таким характером-характером для этого. Поэтому организаторское чтение законов абсолютно верно, да. Поэтому, если вас интересует именно технологическая безопасность, взломы, защита от взломов, то есть, во-первых, Сергей Клевогин, этичный хакинг, с одной стороны. С другой стороны, есть курс Linux 3, который я с удовольствием веду, и там рассматриваются в том числе и вопросы безопасности. Ну, такие, как всякие C-Linux, Apparmer, VPN, что вам еще раз сказать, шифрование, там, трафика, шифрование разделов. Аудит, ну, такие технологические вещи. То, что бумажная должна быть связана с технической, безусловно, но есть еще одна проблема. Есть одна проблема, очень важная. Не хватает квалифицированных инженеров, просто инженеров, хороших инженеров не хватает. Если кто-то что-то может делать полезное, то он уже востребован как инженер. Безопасник, если речь говорит технологический безопасник. Да, Монахов, кстати, супер, я имею в виду тот, кто именно инженерные решения применяет. Это, можно сказать, суперадмин. То есть админ хороший, он просто может настроить, чтобы оно работало, а безопасник может еще настроить безопасно. Во-первых, оно работает, во-вторых, оно работает безопасно. Это уже как бы над, над квалификацией, понимаете. А поскольку не хватает просто инженеров, то получается, что безопасностью чаще всего занимаются именно бумажный. И это плохо. Ничего хорошего в этом нет. Вот, что я хочу сказать про безопасность. По крайней мере, как я ее вижу на предприятии. За это время когти у нас устанавливается. Поэтому про форматы обучения, коллеги. Самая моя больная тема, самая важная. Значит, вы можете учиться вот как сейчас. Слушайте меня, что-то там делаете. Ждем, пока вы сделаете. Помогаем каждому. И так далее. Либо есть формат, который называется открытое обучение, либо персональное обучение. Открытое обучение персональное. Значит, его очень трудно продать. Люди не могут, наши менеджеры его продать. Поэтому я его пытаюсь продавать, потому что это единственный разумный, полезный способ учиться. Вместо того, чтобы учиться как в школе, хором, пока последний ребенок там стишок не заучит, все остальные ждут. Можно учиться персонально. Персонально в формате открытого обучения. Значит, его суть заключается в том, что вам выдается методическое пособие, компьютер и место в классе. Или дома, кстати. Вот тут спрашивали, можно ли дома учиться запросто. Значит, вам выдается компьютер, место в классе, методическое пособие в виде видеозаписи. Но еще раз, это методическое пособие. И вы начинаете учиться по методическому пособию, по видеозаписи. Но продали вам не видеозапись и не методическое пособие. Его, если честно, и так можно где-нибудь там стырить в интернете. Продали вам персональные консультации со мной. То есть я параллельно вместе с вами сижу в классе. И по всякому вашему вопросу вам помогаю. Так, ну, пока я вам начал рассказывать, у нас когти поставилось. Смотрю, что там у меня дальше в когти нужно сделать. Неочевидные вещи там. Все само настроилось. Вот я люблю Debian и Ubuntu, что все само настроилось. Другое дело, что иногда они все как надо настраиваются. Вот эта квалификация нужна. Но это уже случай редкий. Поэтому вот здесь вот кое-что ругается на отсутствие этого файла когти. Почему она его сама не создает, непонятно. Ну и права должны быть такие, с правами, какими работают когти. Значит, когти собирает метрики банально через крон файл. Имеется прям файл крон, который раз в пять минут собирает все метрики, записывает их в базу данных. Ну, а какие метрики собирать, можно указать при подключении через веб-интерфейс. Поэтому вот у нас с вами здесь, у нас с вами здесь где-то было мртг. Что-то я его закрыл, не надо закрывать. Вот мртг уже рисуются графики. И вот будет у нас с вами когти. Тоже рисовалка графиков. Вот я беру ее, беру ее и рисую. Значит, админ. Так, да, самые лучшие. Да, да, да. Можно отвлекаться, можно помочь по работе, можно вернуться, можно вообще. Просто суперформат. Но не могут его наши менеджеры продать. Так, здесь понадобится сброс парауля. Я еще раз благодарен Ubuntu, что она есть. Но вот сброс пароля, тем не менее. Так, не в той консоли. Сброс пароля, тем не менее, приходится делать. Потому что как-то я не нашел, где этот визорд сохраняет пароль. Поэтому админ, админ. Так, ну и графики. Графики. Чтобы рисовать графики, надо создать устройство. Буквально добавить это устройство. На плюсик устройство. У нас называется роутер. Имя узла тоже роутер. Значит, здесь, так же как в Zabbix, если кто-то знает, что такое Zabbix, имеются шаблоны. И имеется шаблон, разумеется, Cisco роутер. Очень популярное устройство. Все остальное, версии с NMP и так далее, выходят за рамки обсуждения нашего вебинара. Попробуем добавить. Попробуем добавить и посмотреть, что будет. Создаем. Так, вот здесь выводится сообщение об устройстве. Видим, что это то, что надо. И можно сразу же создать графики для этого устройства. Также здесь все достаточно автоматизировано. Как типа шаблону сумела определить интерфейсы, подписи к интерфейсам. И можно прямо сказать, что мы хотим создать графики. И, собственно, да, шаблоны, перечень уидов, Константин. И существует целая процедура создания или поиска шаблонов под когти. Ну, в данном случае популярность устройства такова, что... Так, ну и рисовать мы будем in-out-bits. Может 64-разрядный счетчик. Но у нас устройство медленное, поэтому можно обычный счетчик использовать. Вот, говорю, создать. Вот, окей. Ну и можно пойти в графики и вот здесь вот все эти графики вывести. Через какое-то время они должны появиться. И мы можем сравнить их с MRTG. Прямо сказать, вот интересно, какие графики прикольнее выглядят. Так, ну а мы с вами двигаемся дальше. Значит, админы очень любят рассматривать графики, как они рисуются. Значит, по вопросам, да, да, да. Значит, эта машина соединяет нашу игрушечную глобальную сеть с настоящей. Поэтому, да, Андрей, правильно. Значит, gate SPU нужно для этой цели. Вот, игрушечная глобальная сеть с настоящей соединяется. Так что чуть позже, да. Про вопросы, если я пропускаю вопросы, будет секция ответов на вопросы. Обязательно, обязательно задайте. Так, ну а мы с вами, кроме графиков, еще очень любим, еще кроме графиков, очень любим уведомления о, например, проблемах. Чтобы получать уведомления, понадобится почтовый сервер. Ну и чтобы показать, что я не такой уж старый преподаватель, как иногда кажется, когда МРТГ устанавливаю, я сейчас разверну почтовый сервер. Коллеги, у кого-то микрофон, пожалуйста. Я сейчас разверну почтовый сервер, так как мы это делаем на курсах. Значит, на втором курсе почтовый сервер учится разворачивать по-настоящему, прямо обсуждают, из каких компонентов он состоит, обсуждают, что такое mail-transfer-агент, что там такое e-map, там защита от спама, от вирусов обсуждается. В общем, полноценный он премиус почтовый сервер можно сделать. А на оставшихся курсах, например, на том же Zabix, нужно развернуть почтовый сервер, чтобы там получать уведомления. И не только там на курсе Zabix он нужен, на многих курсах. Поэтому я взял в руки Ansible, написал плейбук, который этот почтовый сервер разворачивает. Почему я использую плейбук? Потому что на части курсов почтовый сервер можно развернуть на собственной машине, вот как я сейчас вот это вот сделаю. А на части курсов я просто говорю слушателям, что сейчас добавлю в их стенды, в их стенды, добавлю почтовый сервер и разворачиваю, опять же, опять же, разворачиваю почтовый сервер через Ansible, потому что он это умеет на множестве узлов. Александр, ответ на ваш вопрос. У нас используется только PostFix. SendMail не обсуждается. SendMail обсуждался, когда были курсы по 3BSD. Там, где был SendMail из коробки, в моей Википедии, можете даже найти куски конфигураций. Exim лично я не знаю, ничего не могу сказать про своих коллег, которые читают второй курс, может быть, кто-то из них Exim читает, но в университете и на курсах я рассказываю про PostFix, только PostFix. Так что вот такой вот ответ на ваш вопрос. Ну и сейчас у нас Ansible разворачивается, я запущу процесс установки почтового сервера, и он нам понадобится для уведомлений. Значит, вторая задача, вернее, как бы очередная практическая задача нашего игрушечного стенда. Вот, мы хотим получать уведомления о проблемах, и вот хотим увидеть, получим мы их или нет. Ну а сейчас я надеюсь, что эти 90% вот-вот превратятся в 100. Запущу плейбук установки почтового сервера, и можно будет немножко еще поговорить про обучение, в центре специалистов. Как надо учиться? Как надо учиться? Да, запускаю плейбук установки почтового сервера. Пошел процесс. Как надо учиться? Так вот еще раз повторю, что наши менеджеры все в один голос говорят, люди хотят учиться в обычном классе. Что такое обычный класс? Обычный класс – это то, что вы видели в школе, в институте. Стоит лектор, ведет лекцию, рассказывает. Кто-то слушает, кто-то болтает, кто-то опоздал, кто-то отвлекся. Вот, и если в институте обычно на это дело, как бы, лектор плюет, и там, ну, не учатся студенты, ладно, там, встретимся на экзамене, то на курсах, за которые вы заплатили деньги большие, такой подход не годится. Поэтому лектор пытается всех дождаться, всем помочь, всех взбодрить и так далее. Но, собственно, как и инженеров очень мало толковых, так и лекторов мало толковых. Поэтому группы обычно большие, не потому что там центр жадный, потому что Вячеслав может вести, например, там, у меня по договору с работой, там, 40 часов в месяц, все, больше не могу. Поэтому мне говорят, Вячеслав, возьмите там три группы. Я говорю, не могу три, могу только одну взять. Они говорят, ну, тут так много хотят учиться, там, у нас уже там, вот, там, 20 человек, вот еще трое хотят. Ну, пишите еще троих, да, поэтому группы большие. И когда все делается хором, все очень медленно. Поэтому вариант есть какой. Берется, делается запись методическая, да, в которой все, значит, все хорошо работает, быстро, да, вырезаны всякие остановки, простой и так далее. Получается запись, в которой говорится, возьмите то, делайте это, проверьте так, значит, теперь должно получиться вот то, и вы делаете все по записи. Но делаете вы не дома, в одиночестве, да, если что-то не получается, то делаете вы под моим присмотром, я рядом, прямо вот все время, да, вот у вас там не получилось что-то, вы просто говорите, Вячеслав, а у меня вот письмо не пришло, что мне делать? Я говорю, давайте-ка посмотрим, почему оно не пришло. Вот, и вот это самый лучший формат, потому что никто никого не ждет, можно опоздать, можно прийти пораньше, можно и так далее. Да, да, но можно и удаленно учиться, не обязательно в классе, не проблема, да, я как раз про это и говорю, что ничего не мешает удаленно. Я также в вебинаре, как вы сейчас с вами беседу. Так, поэтому вот, имейте в виду. За это время установился почтовый сервер, ну, и еще мы с вами монумент поставим, значит, система Nagios, да, всякие алерт-менеджеры Prometheus вас ждут на курсе, а мы с вами установим Nagios, соответственно, для этого у нас с вами уже есть веб-сервер. В веб-сервере для Nagios понадобится включить вот такие вот модули. Nagios, система оповещения, кстати, в Baumanке мы ее используем. Параллельно с Zabbix у нас так получилось исторически, что и Zabbix, и Nagios, и все нам, в принципе, все равно. Ну, в последнее время тяготеем к Zabbix, все новое забавляется в Zabbix. Вот, поэтому, поэтому устанавливаем, перезапускаю Apache, нужные модули, устанавливаю Nagios. И сейчас мы с вами пару алертов настроим и будем считать, что наш удаленный стенд. Так что, про удаленку пока ставится. Да, можно учиться удаленно, в вебинаре вы будете со мной общаться, вам будет выделена рабочая станция персональная, вы сможете выполнять лабораторные работы. Я параллельно с вами буду подключаться к вашему стенду, разбирать кейсы, что-то не получается, и вы никого не будете ждать. Поэтому, если вдруг вам понравился материал, захотите ко мне прийти обучаться, очень рекомендую не забыть слово «открытое персональное обучение» или «обучение по записи». Вот так можно. Только еще раз, это пусть вас не пугает, там, не запись вам продают, вам продают персональные консультации со мной. Опять же, в классе люди стесняются спросить, все слышат вопрос, а вдруг это дурацкий вопрос. Дурацкие вопросы, бывают только дурацкие ответы. Вопросы все хорошие. Но я сам ничего у преподов не спрашивал, а вдруг там. А так вы видите, что человек адекватный преподаватель, рассказать может. Значит, что-то не получается, спросили, тут же получили помощь, так что пользуйтесь. Так, ну и нагиус. Давайте тоже нагиус, очень быстро. Нет, стоимость идентичная абсолютно. Эффективность гораздо выше, а стоимость точно такая же. Не выше стоимость, в том-то и прикол. Так, ну, значит, нагиус. Нагиус обладает всякими штуками, которые позволяют осуществлять проверки. Например, вот такой вот есть у него модуль, который может проверить доступность сервиса HTTP или какого-то другого. Значит, поэтому сразу перейду к конфигурации, кратко ее зафиксирую и будем с вами уже расходиться. Так, файл конфигурации. Итак, что я добавлю в файл конфигурации? Значит, я добавлю шаблоны свои, которые будут описывать, описывать свои шаблоны, которые будут описывать. Шаблоны будут описывать. Так, значит, я буду добавлять узлы для проверки, и каждый узел будет проверяться пингом, который описан вот этой вот командой, которая в недрах сразу на весь курс. Да, да, персональное обучение материалы сразу на весь курс предоставляется. Так, значит, также здесь указывается, сколько попыток до сообщения о проблемах, кого уведомлять о проблемах. Письма будут отправляться пользователю нагиус, и надо об этом будет помнить. А еще к каждому узлу можно привязать сколько угодно сервисов. Ну и техническое задание. Мы с вами будем проверять доступность парочки веб-сервисов. Парочка веб-сервисов у нас будет. Это Яндекс, партнер наш, и будет моя машина для всяких методических задач в Албе Масте Уру. Соответственно, я описываю узел Яндекс вот с таким вот именем, который будет наследовать вот этот шаблон. Привязываю к этому узлу сервис проверки HTTP доступа, и абсолютно то же самое делаю для Валбе Масте Уру. Вот у нас с вами будут проверяться два веб-сервиса. Дальше в курсах я рассказывал про мониторинг коммутаторов. Вот, кстати, в Бауманке у нас до сих пор нагиус это делает. У нас больше сотни коммутаторов CISCO, и автоматически строится конфигурация для нагиуса. И, собственно, если какой-то коммутатор выходит из строя, то тут же получаем уведомление. Ну, в данном случае мы это дело пропустим. А добавим мы с вами наш роутер, потому что вторая проверка, хочется мне показать, будет заключаться вот в чем. Хочу, чтобы нагиус уведомлял меня о том, что слишком большой трафик идет через интерфейс. Такая непростая проверка. Слишком большой трафик. Вот у нас с вами тут рисуются графики, видите, их можно просто посмотреть. А вот получить уведомление, что у нас там большой трафик, можем мы, видите, тоже в МРТГ, в когте рисуются. А уведомление можно получить или не можно? Вот, давайте посмотрим и этот момент зафиксирую. Я сразу пойду ниже и расскажу, что, да, можно вспомнить, что у нас с вами имеется SNMP. Можно посмотреть, какие интерфейсы у нас у роутера есть. В принципе, вот такой вот проверяльщик, да, имеется, который, ну, какой интерфейс выберем? Давайте выберем интерфейс второй, да, второй интерфейс, индекс, это у нас интерфейс, подключающийся к локальной сети, да. И вот мы проверяем на роутере, подключаясь вот с таким вот паролем, вот таким-то уведом, проверяем полосу пропускания. Здесь в актетах, поэтому получается где-то мегабит, да, если трафик превысит один мегабит, то мы получим алерт. А если полмегабита, то варнинг. Вот, конечно, игрушечные трафики для сегодняшнего времени, но для... Вот, и вот несколько измерений таких проведя, можно увидеть, что у нас пока что все окей, трафик дальше даже меньше, чем мегабит. Вот, дальше это будет выполнять у нас Nagios, поэтому я каталог с метриками владельца меняю для этого каталога на Nagios и продолжаю редактировать файл конфигурации Nagios. В файл конфигурации я добавляю вот такую вот проверку, среди которой можно разглядеть, что к роутеру, к Cisco роутеру добавляется сервис, который будет запускать вот эту вот проверялку, которая будет для вот этого интерфейса сравнивать трафик. Если он превышает полмегабита, то будет варнинг, а если мегабит, то будет, соответственно, уведомление о проблемах. Так, значит, сохраняю этот файл конфигурации, проверяю его обязательно. Тут все хорошо в Nagios, достаточно популярная, кстати, известная система, там тысячи метрик у людей она меряет и так далее, поэтому я еще раз только для того, чтобы поменьше в курсе уделять внимание таким вещам традиционным старым, ну, старым или не старым, еще раз, Nagios там, а то кто-нибудь обидится, скажет, у нас там на работе Nagios отлично работает, и мы счастливы, что он есть, и мы счастливы, что он есть, поэтому так просто, чтобы побольше времени на другого материала осталось. Так, ну и перезапускаю я Nagios, перезапускаю Nagios, так, и тоже к нему подключаюсь, подключусь в режиме инкогнито, странно там закэшировалось, так, Nagios, Nagios, так, ну и, соответственно, у нас вот такие вот узлы есть, Cisco роутер, связь с ним уже проверена, Valve, MSTU, Яндекс, так, ну и сервисы. И вот, когда они все у нас позеленеют, мы с вами создадим повышенный трафик и посмотрим, как, да, ну и уроним какой-нибудь доступ к сайту. Короче, осталось у нас всего лишь два пункта, вот ждем, когда у нас Nagios проверки все выполнят, и вот у нас останется, а, использование почтовых псевдонимов, да, надо, когда у нас алерты полетят, они полетят пользователю Nagios. Давайте почтовый сервер проверим, работает или нет, пока Nagios занят. Значит, письма Nagios будет писать пользователю Nagios, а мы сделаем так, чтобы они отправлялись настоящему пользователю почтового сервера. Настоящим пользователем почтового сервера является пользователь студент. Вот так вот мы их перенаправим. New alias. Alias. Так, и подключаюсь к почтовому серверу. 192.68. Mail. Так, студент. Пароль точно такой же, как на Windows. Пассворт. Вот он здесь, студент. Пассворт. Пассворт. Так, никаких писем пока что здесь нету. Смотрим, что там у нас в Nagios происходит. Хост. Так, Яндекс у нас пендинг. Ну, когда-нибудь он с ним связь наладит. Так, а, сервис. Нет, давайте дождемся, когда он будет работать. И тогда, соответственно. Так, ну и по поводу, по поводу, что у нас с вами осталось. Ну, давайте пока Nagios приходит в себя. Что у нас осталось? Преимущества какие? Так. Значит, по формату обучения, что я еще хочу рассказать. Итак, имеется два варианта. Очная в классе хоромка в детском садике. Или удаленно. Кстати, можно удаленно, как в детском садике. Это еще страшнее. Я не вижу вас. Вы можете там отстать. Потом сказать, Вячеслав, мне позвонили. Я там это самое отвлекся. Да, коллеги, по времени, если что, смело это самое. Смело. Запись будет. Запись будет обязательно. Можно спокойно отключаться, идти домой. Я обязательно допишу материал. И про обучение расскажу. Значит, имеется персональное обучение в классе или удаленно, как угодно. Это отличный способ. И если уж вы совсем занятый человек, например, такой, как я, но хотите у меня какой-то курс пройти, можете отправиться вообще в свободное плавание. В свободном плавании вам дается только методические материалы, видеозапись. Но стенд вам надо будет развернуть дома. Поэтому вот этот видеоурок, он как раз об этом, что вы можете развернуть стенд дома и как раз в течение месяца все это изучать. И свободное обучение имеет недостаток в том, что я не все время рядом с вами. То есть, если вы там утром делаете лабу и у вас что-то не получилось, вы задаете вопрос в личном кабинете, а я там, например, только вечером этот вопрос увижу, сумею на него ответить и так далее. То есть, отсутствует такой момент мгновенного взаимодействия. Но, если честно, то записи я делаю хорошие, качественные. И там, как правило, если что-то не получается, то, скорее всего, вы просто ошиблись. Вот поэтому вот такой вариант, третий, у нас имеется, имеет место быть. Так, чем еще я хочу похвалиться, пока у нас Нагиус там, дайте я буду на него поглядывать, пока Нагиус у нас тут приходит в себя, да? Так, хорошо, Яндекс остался. Чем я еще хочу похвалиться? То, что я лично за себя отвечаю и слышал, что мои коллеги, вот, очень хвалят там, например, Павла Монахова, ну, у нас ведет всегда многократно повторение материала на новом качественном уровне. То есть, не просто там по кругу одно и то же, да? А каждый раз максимально просто, но не проще, чем нужно, как бы, для понимания. Всякие подводящие упражнения мы очень любим. Я, как человек еще там со спортом связанный, могу сказать, что оттуда это берется, да? Там, с тем же сноубордом, например. Вот, значит, геймификация. Я в прошлом большой любитель компьютерных игр, просто очень большой любитель. И там даже сам их писал, потому что хотелось играть очень. Вот, и могу сказать, что современная моя профессия – это чистая компьютерная игра. Если у вас есть какая-то страсть к компьютерным играм, вы можете спокойно конвертировать в профессию оплачиваемую. Да, постоянная смесь теории и практики тоже я вот не люблю, там, когда препод два часа чего-то долдонит. Вот, сказал какую-то вещь, покажи на практике. Вот, как мы с вами это делаем. Так, то-то-то. Ну, и, значит, также не очень менеджеры наши любят, но, тем не менее, я продвигаю это дело, что если вы хотите посмотреть, как другой преподаватель то же самое читает. Вот, вы заплатили за курс, прослушивали у одного преподавателя, хотите посмотреть другого, время у вас есть, можете мне написать, я это проталкиваю. Они, конечно, упираются, но ничего страшного. Так, ну, и по окончании занятий все можно развернуть на личном оборудовании, то, что мы с вами сейчас видим. Ну, а я надеюсь, что мой нагиус весь позеленел, да. Ну, и давайте устроим первый сбой, да. Как нам проверить, уведомления приходят или нет. Смотрите, вот тоже лайфхак такой, да. Значит, у меня проверяется связь с двумя веб-сервисами. С двумя веб-сервисами. И как мне уронить какой-то из веб-сервисов. Смотрите внимательно. Я беру на моем сервере и вот показываю. Ping, val, bmstu, ru. Вот первый наш сервер, bmstu.ru, да, первый наш сервис. Вот видите, ping идет, да. Как уронить этот веб-сервис? Ну, не роняя его, да. Ронять я его не дам, он мне нужен. Вот. Как сделать так, чтобы... Ну, можно firewall настроить или еще что-то. Вот смотрите, самый простой вариант firewall проще не придумаешь. Берете вот такую вот команду. Берете вот такую команду. и просто говорите, что маршрут в этот IP-адрес пропадает. Вот так вот просто берем black hole. Не знаю, как перевести на русский. IP road, адрес, черная дыра. Если пакет полетит по этому адресу, все, теперь никакие ping не работают. И, собственно, это позволит проверить наш нагиус, пришлет ли он сообщение об этом. Да, вот сюда. Второй тест, смотрите, у нас имеется сервис-провайдер. Кто помнит IP-адрес сервис-провайдер? Смотрите на схему стенда. 172.16.1.254. Вот, соответственно, можно его открыть. Подключиться к сервис-провайдеру можно логином user15, пароль, пасворд, пасворд 15. Так, и подключая себя к сервис-провайдеру, user15, пасворд 15. Так, и генерирую трафик. Трафик чем генерирует трафик? Тоже может быть лайфхак для кого-то. Как сгенерировать трафик, чтобы он красиво рисовался? Да, есть утилита IP-RF. Беру и запуская ее с шлюза провайдера, запуская ее, допуская она там подольше работает, на вот этот адрес. И теперь у меня трафик размером 1 мегабит шарашит. Соответственно, все графики должны рисоваться. И здесь должны рисоваться. Вот, и собственно, собственно, все. Остается только дождаться графики. Ну, чем когти лучше, чем MRTG? Видите, MRTG, да, тут график просматривается, да, когти. Несмотря на то, что поработало меньше, можно как-то вот так вот, да, смасштабировать. Видите, да, тут всякие удобности, такие уже на Zabix похожие. В принципе, это продукт, как бы, на самом деле, одного времени, но Zabix, наверное, популярнее, конечно. Вот, теперь практически все. Ждем уведомлений. Если они придут, то мы с вами, да, вот, посмотрите, пришло первое уведомление о том, что упал хост вал BMST.ru. Вот, можно его поднять обратно. Вот, ну и дождаться уведомления о том, что трафик превысил порог. Тоже оно помедленнее. Вот, я сейчас верну, да, вот, да. Вот, так что на этом все. Смотрите, ровно два часа. Мы с вами выполнили все лабы. Я очень рад и готов ответить на ваши вопросы. Вот, но либо могу вот так вот написать вам свой адрес электронной почты. Можете мне написать на почту valsobato.ru. valsobato.ru.ru. Val, Вячеслав Александрович Лофтров. BMST.ru.ru. Да, да, очень рад, если понравилось. Очень рад, если воспроизведете. Возьмете видеозапись. Видеозапись будет обязательно здесь. Где видеозаписи? Где найти видеозаписи? Открываете Википедию. Viki.val.bmst.ru.ru. Открываете. Находите раздел «Курсы». «Видеоуроки». Вот все видеозаписи ко всем курсам. Здесь присутствует наш седьмой курс. Соответственно, вы здесь увидите скоро вот эту вот запись, которую мы с вами видим. По поводу, да, и ломать, да, да, согласен, да. Значит, по поводу статей тоже. Вот я говорю, там на хабре пишу статьи и так далее. Буду рад, если почитаете, потому что все я стараюсь сделать для того, чтобы можно было воспроизвести. Ну и давайте сейчас запись остановлю. Значит, запись верну, когда у нас появится уведомление про SNMP. Ну и некоторое время можем пообщаться. Да, вот посмотрите, рекавери, да. Теперь ждем сообщения о том, что трафик у нас. Поэтому останавливаю запись. This conference will now be recorded. Так, ну давайте под запись. Значит, спустя некоторое количество измерений наш с вами Zabbix все-таки... Не Zabbix, а Nagios увидел, да, увидел, что полоса у нас в полке. Это же можно увидеть на графиках. Вот они у нас, графики, да. Так, сейчас поищем, да. Вот она у нас, полочка, рисуется красиво. Так, ну и непонятно, почему уведомление не пришло. Потому что в конфигурации у нас с вами MyTemplateHost. MyTemplateHost у нас уведомление админов однозначно. Вот и что там с почтой? Ладно бы она у нас совсем бы не ходила, да. Вот так, ну-ка. Ну, нету и все, да. Давайте сейчас остановлю. Ну, а вот, кажется, и сообщение отправилось. Надо там посмотреть эти задержки. Конечно, в реальной жизни там 5 минут задержка. Хотя некоторые начальники умудряются раньше увидеть, что что-то случилось. Да, вот оно пришло, сообщение о том, что полоса... Ну, все, теперь точно все у нас получилось. Так что теперь точно останавливаю запись. И, Герман, спасибо, да. Не все еще разошлись, да. Спасибо. Все, очень рад за помощь. Останавливаю запись. Всего хорошего, да. Переводитесь, да. Вот.